Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о таком важном моменте ухода за крыжовником, как борьба с антракнозом, листовой пятнистостью, и борьба с солнечными ожогами. Яркая солнечная погода, с одной стороны, это благо для растений, а с другой стороны, когда слишком яркое солнце, оно наносит иногда урожаю довольно серьезный ущерб, вплоть до того, что мы можем потерять весь урожай, он просто спечется на солнце и осыпется. Что же делать, чтобы спасти нашу ценную ягоду от яркого солнца, чтобы сохранить ее в целости и сохранности? Здесь может помочь только укрытие. Избавьте свое растение, свои крыжовники, и не только, а все те растения, которые чувствительны к солнечным ожогам, от яркого солнца при помощи затенения. Что можно использовать для этого? Любой материал, начиная с мешковины, с панбонда и заканчивая тростниковыми циновками. Главное условие, они должны хорошо пропускать воздух и задерживать хотя бы часть солнечного света. В момент укрытия вы должны помнить, что крыжовник – растение с колючками. И желательно, чтобы укрывной материал лежал не на самих колючках, а на каких-либо опорах, чтобы потом вам было проще его снимать. При укрытии ориентируемся на следующий момент. Самый большой ущерб солнце наносит, когда находится в зените. Поэтому бесполезно укрывать крыжовник только со стороны, с востока либо с запада. Главное – укрыть его сверху. Дело в том, что яркое солнце больше всего обжигает именно в полдень. Очень опасным заболеванием крыжовника, не менее опасным, чем хваленая мучнистая роса, является антракноз. Не секрет, что многие из вас видели абсолютно лысые кусты. Ни одного живого листика, либо они сгруппировались только на кончиках молодых побегов. Все остальное осыпалось. Что это? Это антракноз – листовая пятнистость. Уже сейчас, когда крыжовник начинает созревать, появляются первые пятнышки этого опасного заболевания на листиках. И наша задача – помочь крыжовнику справиться, не допустить развития массового заболевания на кустах. Что для этого можно сделать? Первое – это, конечно же, обработки. Но урожай зреет. Мы не можем использовать сейчас серьезную химию, поэтому нам на помощь придут только биопрепараты, основанные на бактериальных суспензиях и продуктах их жизнедеятельности, таких как фитоспорин, фитоловин и другие. Но следует помнить, что данные препараты необходимо наносить как можно чаще. Как и другие биопрепараты контактного действия, он легко смывается с поверхности листьев. И в результате они снова оказываются беззащитными. Поэтому опрыскиваем еженедельно. Если погода стоит влажная, то после дождя дополнительно наносим на наши растения слой защитной суспензии. Это поможет продержаться кусту до съема урожая. А вот когда вы уже снимете эти прекрасные ягоды, наступает время для более серьезных препаратов, таких как топсин М, либо хорус, бейлетон и другие. Именно они, и в том числе наша любимая бордосская жидкость, помогут нам справиться с этим опасным заболеванием. А чтобы в следующем году не иметь таких проблем, заведите себе, как правило, проводить профилактическую обработку своих кустов, как крыжовника, так и смородиной, перед цветением и сразу после него. Одним из разрешенных препаратов, таких как азофос, бордосская жидкость, цихом, топсин М или другие. Всего две обработки, но они способны сохранить здоровье ваших кустов на долгие-долгие годы. Здоровья вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы, то, что для вас наиболее важно. И мы постараемся ответить на них в своих ближайших сюжетах. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok